На аллее трудовой славы Балаковского филиала АО «Апатит» по традиции к дню химика обновили портреты 12 лучших работников. Ежегодно на заводскую доску почёта заносят имена тех, кто отличился своим трудом, ответственным отношением к обязанностям. Людей, на которых равняется всё предприятие. Людей, которые своим примером показывают своё неравнодушие, свою любовь к работе, свои знания и передают свой опыт, применяют его на производстве. Многие работники, имена которых занесены на доску почёта, трудятся на предприятии много лет. Они пережили и кризис конца 90-х годов прошлого века, и расцвет производства. Я начинал здесь в 90-х годах, потом уходил, потому что был развал завода, три года не работал. Потом вернулся всё равно сюда, в родные перна, потому что я этот завод хорошо знаю. Цех остался на том же прежнем месте. Только здесь, да, обновление, новое оборудование, люди новые. О колоссальном рывке в развитии завода говорит и директор обособленного подразделения НИУИФа в Блакове Андрей Голубятников. Он пришёл на завод 22 года назад, и тогда в помине не было тех мощностей, которые есть у предприятия сейчас. Строятся новые цеха, повышается эффективность действующих. В результате растут объёмы выпускаемой продукции, расширяется её номенклатура. Все реконструкции, которые ведутся на Блаковской площадке «Апатит», проходят через нас. Когда идёшь по территории, и ещё ничего нету, то есть цеха, и ты знаешь, что здесь будет строиться, ты представляешь картину, как это будет выглядеть. То есть ты оцениваешь ситуацию, смотришь в мыслях, представляешь, что это такое, как это будет здесь находиться. Потом, когда это всё реализовывается, ты идёшь, смотришь и говоришь, о, как здорово, то есть не зря мы работаем. Торжественная церемония честования лучших работников Блаковского филиала «Ао Апатит» продолжилась в актовом зале. Здесь вручали грамоты и благодарственные письма самым опытным, ответственным, целеустремлённым сотрудникам, для которых завод больше, чем просто места работы. Для меня это предприятие, это как бы дом. Потому что я работаю больше 20 лет на предприятии, собственно, вся моя трудовая деятельность практически прошла в одном месте. Сплочённый коллектив Блаковского филиала «Ао Апатит» – главная ценность завода. Здесь работают десятки трудовых династий, а это лучший показатель стабильности и надёжности предприятия. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, посетивший в этот день предприятие, передал коллективу благодарность от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за вклад в развитие отечественного аграрного комплекса и высокие производственные результаты. На протяжении многих лет ваш коллектив высоко держит производственную планку. Сегодня было очень приятно видеть высокие производственные стандарты, высокую производственную культуру, высокие стандарты в корпоративной культуре. И, конечно, приятно видеть настоящую команду единомышленников, которая идёт к своей главной цели. А главная цель – это благополучие коллектива, развитие предприятия, которое невозможно без расширения производства. Генеральный директор ФУСАГРА Михаил Рыбников, который приехал поздравить Балаковских химиков с профессиональным праздником, отметил, что именно в Балаковском подразделении компании сегодня реализуются самые масштабные корпоративные инвестиционные проекты. Одним из таких вот центров инвестиций как раз является наш Балаковский филиал, Балаковский завод. Сейчас можно сказать, что это такая одна большая стройка, одна большая реконструкция. И как раз основные усилия приходятся на этот, на 2024 год. И уже в следующем году мы получим ощутимый результат. То есть это рост продукции, которая будет получена благодаря вашему труду на 30%. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также поздравил химиков с профессиональным праздником. Он отметил, что Балаковский филиал АУ «Апатит» – настоящий флагман региональной химической промышленности. Глава области напомнил, что без удобрений не может быть хороших урожаев. Поэтому вклад заводчан в продовольственную безопасность страны трудно переоценить.